Книга «Открытым оком. Вопрос. 42. Тема. Обращение ко Христу». Сразу после смерти Христа, неужели люди не осознали, что он искупил своей смертью их грехи и продолжали грешить? Увеличилось ли число обращенных? Если да или нет, то почему? Если грехи мира увеличиваются, то торжествует сатана? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Многие люди поняли, что это Сын Божий сразу же при смерти Христа там на Голгофе. Евангелие от Луки 23, глава 48 стих. «И весь народ, шедшийся на сей зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь». Евреем 2, глава 14 стих. «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оны, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти». То есть дьявола. «Все люди на земле названы сосудами добрыми или худыми». Второе послание Тимофея, 2 глава, 20 стих. «А в Большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении». Вторая Тимофея, 2 глава, 21 стих. «Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело». Евангелие от Матфея, 12 глава, 28 стих. «Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Или, как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его». До пришествия Христа вся земля представляла собой торжественное служение дьяволу в лице идолопоклонников и их курящих алтарей. Евангелие от Луки, 4 глава, 6 стих. «И сказал ему дьявол, тебе дам власть над всеми силами царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее». После первой проповеди Христа в силе сошедшего Святого Духа тысячи дьявольских сосудов были исхищены у него. Деяние апостолов, 2 глава, 41 стих. «И так охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душу около трех тысяч». Деяние апостолов, 4 глава, 4 стих. Многие же из слушавших слова уверовали, и было число таковых людей около пяти тысяч. Увеличивается число пшеница, увеличиваются и плевела. Евангелие от Матфея, 13 глава, 30 стих. «Оставьте расти вместе то и другое до жатвы, и во время жатвы я скажу жнецам, соберите прежде плевелы и свяжите их снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Послание римлянам, 5 глава, 20 стих. «Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление, а когда умножился грех, стало преизобиловать благодать». Ефесиным, 2 глава, 7 стих. «Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей, в благости к нам, во Христе Иисусе». Евангелие от Матфея, 24 глава, 24 стих. «Ибо восстанут лжи Христы и лжепророки, и дадут великие знамени и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». 2 Петра, 2 глава, 2 стих. «И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении». Евангелие от Матфея, 7 глава, 13 стих. «Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими». 3 Ездран, 9 глава, 15 стих. «Я прежде говорил, и теперь говорю. И после буду говорить, что больше тех, которые погибнут, нежели тех, которые спасутся, как вонна больше капли». Последний римлянам, 3 глава, 8 стих. «И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим. Праведен суть на таковых». «И не делать ли нам зло, как некоторые злословят нас и говорят, что многие previous лет назад, иначе было бы нам зло. «И не делать лимлянам, ведь мы так говорили».